всем привет это профи в эфире информационно аналитическая программа итоги недели и прежде чем мы начнем я прошу вас друзья подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео это нужно нужно алгоритмом ютуба чтобы как можно больше людей увидели это видео и узнали что башкурт устани есть независимое мнение и есть независимая аналитика а теперь поехали хабиров делает биографию алсынову разрешилась интрига которая зародила новую чем все закончится главное общественно политическое событие этой неделе бессомненно это приговор общественнику фейлю алсыному внесенному накануне приговора в список на террористов и экстремистов а также массовые протесты по поводу вот этого самого собственно приговора 4 года колонии общего режима причем протесты имеют гораздо большее значение для всей общественно политической жизни республики чем посадка очередного активиста во первых это были самые массовые протесты и столкновение с силовиками омоном и собром со времен куштау и так называемых фургаловских и все помнят протеста в хабаровском крае края 20 года здесь я вынужден сразу кстати говоря сказать собрание людей сторонников эйля алсынова в баймаке 15 и 17 января а также в уфе 19 числа это не санкционированные властями мероприятия и об ответственности в участии в них предупреждали правоохранительные органы я вынужден да об этом предупредить и сделать такую-то ремарочку так вот по оценкам очевидцев на площади перед судом в баймаке собрались до пяти и более тысяч сторонников алсынова такого не было со времен повторю массовых акций протеста в поддержку экс-губернатора архабаровского края сергея фургала и акции в защиту шахана куштау все это происходило соответственно в июле и августе 2020 года а учитывая сегодняшнюю геополитическую и внутреннюю ситуации в россии подобного подобная массовая акция это вообще из ряда вон выходящее событие которое несмотря на то что она носила такой вот локальный характер уже имеет и будет дальнейшем иметь очень серьезные далеко идущие последствия в том числе для главных акторов общественно-политического устройства в республике башкортостан это нужно иметь ввиду во вторых это тоже на мой взгляд крайне важно массовость протеста в понедельник и в среду в баймаке говорит вот о чем смотрите башкортостане судят уже далеко не первого активиста возьмем тех же самых внесенного список террористов и экстремистов арата дельмухаметова и аналогично внесенную в список экстремистов и террористов рамилю саитову за них тоже выходили люди тех кто поддерживали но эти мероприятия по поддержке не были столь массовыми знаете почему потому что как первая так и вторая но формально они совершили преступление грешок перед законом у них у обоих есть народ это чувствует и поэтому массовой поддержки эти люди не получили и обратная сторона обратная ситуация почему столько людей вышло поддержать фаэля алсынова потому что они чувствуют несправедливость происходящего напомню что его судят за слова которые переводятся с башкирского как чернорабочие вот примерно так вот однако так называемый эксперт перевел фразу карахалык совсем иначе неправильно по всей видимости придав ей нужный уголовный вектор люди повторю это чувствуют а людей за это за то что они чувствуют несправедливость сегодня власти называют экстремистами это уже не то что известно это факт уже на следующий день после всех событий политики чиновники башкортостана получили нужные инструкции называть произошедшие в баймаке 17 января бунтом экстремистов который конечно смешно даже конечно же был инспирирован на западными спецслуживами потому что без актуальной геополитической повестки и риторики тоже уже никак уже отметились депутат госдумы от башкирии экс-глава республиканской гибдд чудом избежавший уголовного преследования тем что пересел вовремя в кресло депутата динар загитович гельмуддинов спикер госсобрания курлтая башкортостан константин борисович толкачев и другие даже премьера андрей назаров написал примерно все так вот по темнику по инструкции по нашей информации он не сильно и хотел этого потому что андрей геннадьевич он прежде всего человек деловой бизнесмен ему вот эти вот низкие политические разборки интриги ни к чему он привык более серьезными делами вещами заниматься он долго пытался отстраниться от этого позора но к сожалению тщетно по секрету некоторые такие вот спикеры набравшись для храбрости нам рассказывали что мол поймите если я не выступлю с осуждением и презрением к тем людям которые поддерживают твои алсинова меня самого по башке трахнут напомню что произошло если кто забыл или не знал хотя вряд ли это возможно башкортостан среду был в мировой медийной повестке это не шутка приговор фаэлью алсинова должны были вынести в понедельник 15 января однако видя что перед зданием суда собралась толпа поддерживающих алсинова в количестве не менее трех пяти тысяч человек судья элина тагирова перенесла оглашение приговора на среду 17 число очевидно проконсультировавшись силовиками ожидая что через день то уж никто поддерживать обвиняемого не придет но не тут то было площадь была забита изюминки некуда было упасть по оценке очевидцев людей было даже больше чем в первый день а в любом случае это были как минимум пять тысяч человек это видно по площади по толпе это очень и очень много омоновцев и было тоже немало порядка 300 500 подготовленных бойцов подготовленных человек были столкновения в полицейские бросали снег а те в ответ а значит отвечали светошумовыми гранатами разбрызгивали слезоточивый газ и конечно же отвечали дубинками по итогам столкновений в больницу баймаки обратились порядка 40 человек в том числе полицейские конечно же у некоторых были серьезные травмы 6 человек были административно задержаны теперь о том как так получилось люди не собирались делать ничего противоправного все очень просто в толпе работали провокаторы нам известно эту информацию нам подтвердили сразу из нескольких источников еще накануне в боймак отправились эти самые провокаторы подготовленные администрации главы республики под кураторством замглавы урала кельсинбаева именно благодаря провокатором для участников схода граждан мирного хоть и повторю несанкционированного об этом предупреждали полицейские еще не все закончилось по нашей информации с участниками схода граждан будут работать так в кавычках по дагестанскому так называемому сценарию будут десятки а может быть сотни уголовных дел за участие в несанкционированном мероприятии за это люди должны благодарить администрацию главы в лице сам руководителя и конечно же лично ради хабирова который допустил все это о том как и почему он допустил чуть дальше а люди действительно не собирались ничего плохого делать и даже снежки в сторону полицейских не собирались кидать об этом говорит тот факт что отец файлял сына фата хабы лично сам по просьбе сына просил людей быть благоразумными и даже отойти от здания суда чтобы не провоцировать столкновение но провокаторы оказались как это к сожалению часто бывает более проворными кстати телеграм-канал однажды башкирии провел опрос в котором приняли участие тысячи человек большинство посчитали что в баймахских вот этих вот беспорядках и столкновения в среду 17 числа виноват никто иной как ради фаритович собственной персоной а то что именно хабиров лично написал заявление на алсынова донос как многие это называют и допустил эту ситуацию которая прогремела без шуток на весь мир говорит тот факт что судили алсынова буквально ни за что за некорректную трактовку слов на очевидно некорректную трактовку слов на его выступление против недобросовестных недродобытчиков если бы ради фаритович не написал то заявление если бы он не допустил такого эпического политического своего личного поражения собственно этого поражения бы не случилось о том что это именно политическое поражение что ради хабиров собственными руками пишет политическую биографию файлю алсынов и что именно он алсынов может стать тем кто похоронит в кавычках политическое будущее ради фаритовича красноярчил написал телеграм-канал однажды в башкирии подписывайтесь кто еще не сделал этого именно в телеграм-канале однажды в башкирии публикуется самая актуальная и эксклюзивная информация а я процитирую полностью тот пост кто в кавычках похоронит хабирова как-то так получилось что из локального за пределами республики башкортостан не сильно известного апостола настроенного к республиканским властям общественного деятеля признанного экстремистом фаиля алсынова власти республики собственными руками прямо сейчас заращивают политика чуть ли не федерального масштаба того кто сегодняшнюю власть башкортостане олицетворением который является нынешний глава республики ради хабиров вот-вот похоронит все это происходит из-за простой как это часто бывает человеческой глупости которая впрочем сопровождает весь период правления нынешнего главы который вероятнее всего после приговора активистов уже вряд ли получат одобрение кремля на вторую свою каденцию на свой второй срок потому что более чем сложно представить что кремль одобрительно кивнет в сторону того кто допустил самую массовую после повторю к штабу и фургаловских акцию протеста на территории россии да еще и в такое время когда само слово протест уже скоро будет признано их скринец экстремистским именно в это время тысячи людей вышли на защиту того о ком мало кто говорил федеральной повестке а в среду про него писали буквально все собчак и на агент пивоваров и на агент варламов это не хохры-мухры это медиаресурсы каждый с миллионной аудитории сопоставимы с аудитории телевидения а также зарубежные сми даже в солнечной италии про события 17 писали этого хабирова не простят даже учитывая его вовлеченность в тематику свого благодаря чему он набирает положительный ему политический кипя и который теперь будет для кремля полностью аннулирован а значимости протестов говорить и то что судья не решился вынести не решилась вынести приговору назначенный день 15 января перенеся дату оглашения на 17 число а при чем тут глупость хабирова спросите вы а при том что если бы он не личная обида и не психопатическая реакция на безобидные слова признаны накануне экстремистом алсынов так и остался бы всего лишь местным активистом а сегодня хабиров лично из него сделал того кто его же хабирова политическое будущее похоронит этого достаточно чтобы хабирова убрать разные политические политологи по-разному оценили события 17 января и по-разному оценивают то как они повлияют на политическое будущее радио хабирова иностранный агент и по совместительству политолог аббас голямов считает что если в кремле у хабирова есть оппоненты если они будут системно работать против фарита что у них есть все предпосылки для того чтобы снести своего его со своего поста может быть даже пока до окончания первого срока вот что сказал и на агент и политолог голямов интервью одному youtube каналу сам факт того что эта ситуация случилось говорит о том что этого достаточно чтобы напротив его фамилии поставить жирный минус к тому же груз претензий накопился серьезный но если серьезным никто заниматься не будет условный ротенберг в скобках оказавшийся бенца в бенефициаром того как разрешила ситуация на куша в двадцатом году он управляет по факту бска кого я скобка закрывается хабиров пытается быть им лояльным сынов формальный повод предъявить претензии хабирова главная претензия он верноподный генерал-губернатор проводник политики москвы он не отстаивает интересы башкирии в москвы он отстаивает интересы москвы в башкирии он пытается не создавать проблему тем же самым ротенбергом но достаточно ли этого для того чтобы оставить его на посту неизвестно возможно есть тот кто другой кто на его место метит возможно есть те кто сегодня уже договариваются с ними предлагает им свои услуги конец цитаты приговор алсинову на судьбу хабирова не повлияет любопытно а вот что говорит другой политолог арсену риджанов он считает что возможно из событий баймаки хабиров наоборот выйдет с плюсом вот что сказал политолог но риджанов с одной стороны его деятельность алсинова относится к тому что сейчас у нас стране поднимается как деятельность направленная на разжигание национализма и национал сепаратизма на мой взгляд это вытекало из контекста того что он делал не касаясь конкретики стране и республики давно идет целенаправленная борьба с такими вот в явлениями и как взрослый человеку не мог об этом не знать не понимать его имя связывалось запрещенными ныне и признанными экстремистскими террористическими организациями учитывая то что сейчас происходит в стране такая деятельность государством не приветствуется конечно же и наказывается если заявление на алсынов описал лично хабиров то он об этом заявлял когда пришел к власти это была его позиция борьба с национализмом и национал сепаратизмом в любой форме он об этом предупреждал и предупредил что будет с этим бороться власти волцы на в его действиях видят поддержку к тому самому национал сепаратизму этому духу и в этом хабиров последователен поэтому для кремля это в отметке хабирова только плюс конец цитаты будущее хабирова трудно прогнозировать общественники предприниматель азамат галин считает что пока судьбу ради хабирова предсказывает трудно но событие в баймаке при вынесении решения по хабирову в москве учитываться будут вот что говорит азамат галин политические процессы сейчас происходят несколько иначе чем пять лет назад когда хабиров приехал управлять республикой башкортостан решение которые принимаются по главам регионов сосредоточены в одном блоке кремля сейчас сложно в этом контексте анализировать события и что-то прогнозировать а начало начало лет или конец пьесы сейчас очень говорит сложно поэтому что изначально часть региональной власти сосредоточена за пределами региона по кипи у хабирова помимо вопросов скажем экономики есть показатели общественно-политического спокойствия через месяц небольшим начнутся большие федеральные выборы и понятно что никому не хочется чтобы здесь проходили подобные политические процессы тем более с учетом проводим с вы его и все это будет учитываться конец цитаты в любом случае сегодня действительно пока рано говорить о том вылетел хабиров сухим из этой ситуации очевидно что нет есть точная информация что в москве очень недовольно случившимся и там уже и также очевидно что за происходящим в баймаке зорко следили и политические кураторы и погоны которые свои воды выводы не только сделали но и распечатали и вложили их в папке первого лет для первого лица который их уже во всю читает и делает свои собственные выводы очень интересно в этих папках есть анализ ситуации скажем так временной который показывает что в ради фаритович в разного рода конфликтах увязает постоянно причем часто эти конфликты очень серьезные они возникают на пустом месте когда их принципе не должно быть этой конфликты скажем застройщиками когда он обещает им чуть ли не кишки порвать это конфликт по поводу уничтожения памятника истории архи археологии на мирового значения мирового уровня городища уфа-2 это теперь вот баймак и что теперь сколько еще таких конфликтов будет если ради фаритович еще на пять лет останется у руля власти башкортостане вот вопрос интересно в нужных папках такой анализ есть ради фаритович как нам известно сейчас судорожно пытается удержаться на политическом пантеоне республики башкортостан что удачи моему в этом желать конечно же не будем а будем наблюдать за происходящим и рассказывать вам впереди ой как много интересного например о том что в среду же в этот же день день травматические события в баймаке в москве задержали и не только задержали но и предъявили обвинение в мошенничестве никому нибудь а самый главный пиаршица ради фаритовича елене прочаковской следствие считает что прочаковская которую не безосновательно считают научницы ради фаритовича в бытность пиарщицы того же хабирова когда он еще был главой красногорска решила поиграть в мертвые души якобы она устроила свою знакомую на работу главной специалиста в местной мфц но на работу никто не ходил как это бывает до заработную зарплатную карточка была у елены анатольевны напомню что по итогам 2021 года когда еще декларационная кампания была открытой это прекрасная женщина заработала три тысяч три и семь десятых миллиона рублей это более 300 тысяч рублей в месяц полагаю что в красногорске на той же должности она тоже получала немало но ей все мало докатилась вот до мошенничество по мелочи кто знает может быть это только один из эпизодов некоторые кстати предположили что задержание прочаковской которую наделили прозвищем порча очевидно за надменное отношение к людям является предвестником чуть ли не увольнением и даже задержанием ради хабирова а я предполагаю что это всего лишь очередное доказательство того что ради фаритович силен в кавычках в кадровых вопросах и как он умеет в кавычках опять-таки выстраивать эффективную команду накануне нового года на прямой линии напомню глава заявил что для него приоритетом является как раз окружение себя эффективными сотрудниками специалистами экспертами ну что ж мы прекрасно видим как это все получается интересно у нее тоже пообещает работу после отсидки может быть действительно уже пора создавать другое параллельное правительство и судимых и уже отсидевших членов команды хабирова там как раз уже собирается полноценный состав женщины у власти уважаемые коллеги я сегодня принял решение вручить государственные награды в частности медаль генерала шеймуратова нашим военнослужащим добровольческого полка башкортостан именно с награждения без всяких посторонних прелюдий ради фаритович начал еженедельное оперативное совещание в правительстве республики башкортостан в этот рабочий понедельник 15 января оперативка все-таки была на этой неделе сейчас я расскажу о том что там было интересного интересного было из любопытного в ответном слове один из награжденных поблагодарил министра земельных и имущественных отношений наталью полянскую за то что то заботится о семьях военнослужащих при этом полянскую он сначала назвал оговорившись конечно же поклонской давно этой прекрасной девушки не было в медийном поле но хоть так что ли она получится из интересных назначений вместо ушедшего в отставку и шедший в отставку я на гайду дома у которой приходить происходили обыски проходили исполняющего обязанности руководитель госкомитета по молодежной политики назначили молодого румянощекова комсомольца вита сабирова чуть не сказала витта дона вида про саму яну гайдук и ее увольнение ради фаритович холодно сказал связи с переходом на другую работу вообще-то мог бы сказать на какую работу но хотя зачем все и так все без этого понимают исполняющий обязанности главы эльтамахского района назначена рита сами гульна как отметил ради фаритович госпожа сми гульна 4 глава района в республике женщина на это же оперативки глава объявил что руководить благового благо вечерским районом тоже будет женщина анна карабанова это что же происходит и куда же мы катимся так эти до главы республики в виде женщины дайте может так что ли получается кстати мы с моим коллегой арамилем рахматовым тут накануне поразмышляли о том кто может стать следующим главой республики башкортостан и почему это будет не ради фаритович посмотрите это интересная получилась беседа мы оценили шансы разных политиков и те кто мог бы имели мог или имеет уже соответствующие политические амбиции на первое руководящие кресло в республике ради фаритович рассказал что состоялось заседание оргкомитета по проведению мероприятий посвященных празднованию 90-летия со дня рождения муртазы губайдуловича рахимова 7 февраля как мы договорились как я обещал мы откроем памятник первому президенту республики башкортостан памятник уже изготавливается он будет в парке ленина мы откроем также две мемориальные доски в местах где жил и работал на пирамайске и на эргельса сказал ради хабиров к слову автором памятника является народный художник российской федерации салават черваков который является также авторами не мемориалами не галиша и муратова на советской площади ранее в сети появилось вероятное изображение будущего памятника не эскиз который вызвал бурю эмоций и обсуждений мы обратились за комментарием к автору который впрочем опроверг разгулявшуюся в сети версию это эскизная часть как бы идея это не финальная версия если стоит вопрос можно не заострять на этом внимание это была определенная стадия сейчас в размере много изменится говорил сколько говорит скульптор автор также поделился каким именно будет памятник муртазе губайдулович это памятник человеку который сыграл важную большую роль в истории башкирии в истории россии человек близкий к людям и делавшие дела гигантского масштаба памятник будет не официозным и казенным а народным человеческим сказал скульптор нам остается только надеяться что будет именно так и памятник сможет передать весь масштаб личности первого президента республики башкортустан далее министр промышленности энергетики и инновации республики александр шельдеев рассказал о продолжении подготовки к реализации национального проекта беспилотные авиационные системы ранее хабиров сказал что на это что военное использование беспилотных технологий рано или поздно закончится что нужно переходить на гражданское их использование и дал поручение заняться подготовкой соответствующих рынков а курировать это дело он поручил премьер-министру и талантливому бизнесмену андре геннадьевичу назарову я же напомню о том что на площадке пруфа недавно выходил материал это было осенью прошлого года посвященный как раз реализации башкортустане этого проекта производства бпл а беспилотных летательных аппаратов и почему он может быть ничем иным как обычной профанации ей я буду ждать каждый год увеличение производства беспилотников меня устраивает прошлый год тысяча этот год 4000 следующий год соответственно еще больше сказал ранее хабиров напомню еще один занимательный факт сейчас объемы производства бпл а республиканскими властями озвучивается охота тысяча четыре тысячи в год хотя совсем недавно еще в октябре прошлого года эти цифры были ничем иным как тщательно скрываемой коммерческой а может быть даже еще какой тайной как же быстро у них тайная становится явным больше на оперативке ничего интересного не было друзья я напомню что главным событием уходящей недели уж точно одним из главных событий всего этого года только начавшегося стало противостояние общества и республиканской власти в баймаке когда на четыре года в тюрьму посадили активисты и общественников а или алсинова как мы ранее сообщали еще накануне ради фаритович хабиров все-таки посетил баймак конечно же не тогда когда ему нужно было это сделать 17 числа встретиться с народом поговорить с людьми а тогда когда уже всего леглось и все разъехались на пустой улице он сделал красивой фотокарточки и конечно же обвинил людей в том что они пошли на поводу предателей они на поводу собственной людской совести и это уже останется на совести самого ради фаритовича в том числе на его политической совести друзья мы продолжаем следить за важнейшими общественно политическими событиями в республике башкортостан и знакомите вас с ними и мы продолжаем рассказывать вам то чего больше вам никто нигде никогда не расскажет поэтому подпишитесь на наш youtube канал и телеграм-канал однажды в башкирии чтобы быть всегда в курсе происходящего будьте здоровы и берегите себя увидимся через неделю пока